всем привет продолжаем играть фоллаут 2 и я продолжаю зачитывать полезную информацию из книги стима маконова совершенный код но сегодня начнем новую главу глава 11 сила имен переменных но для этого мне надо загрузиться загрузиться загрузились тут темно переночевать до утра и насколько я помню мне зомбак говорил в этом юрина найти кого-то на букву ры то ли ребека то ли то ли ребека или ребека не помню на рай короче сказать ему какой-то пароль и он даст детали и мне наверно кажется что это зомби какой-то могу ошибаться могу ошибаться ладно пока будем бегать искать какого-то штриха на букву это сутенер вряд ли давайте побегаем по кварталам по кварталам но тут вряд ли хотя все знают ладно сейчас бегаем сюда сейчас хатку за хаткой домик за домик обойдем домик за домиком обойдем а потом ну а потом а потом а что потом а потом будем дальше играть больше ничего потом так ладно и продолжим тогда зачитывать книгу и так советы рассматриваемые в этой главе касается преимущественно именование переменных объектов и элементарных типов данных однако их следует учитывать и при именовании классов пакетов файлов и других сущностей и других сущностей так сейчас и сюда еще из мира программирования итак первая подглава общие принципы на выбора имен переменных имя переменной нельзя выбирать как кличку собаки опираясь на его вычурность или звучание в отличие от собаки и и клички которые являются разными сущностями переменная ее имя формирует по идее одну сущность поэтому и адекватность переменной во многом определяется ее именем о рэнэска вот точно имя такое рэнэска здорово дружище а где пароль не понял я буду так это я буду но только мне нужны кое-какие запчасти но мне на и и вторая часть звучала 2 так держи не ранее о спасибо о о он по ходу дал ник а вот она так ладно вот это о конем так идем дальше адекватная адекватность переменной и ее имени во многом определяет короче адекватность переменной во многом определяется ее именем выбирайте имена переменных со всей тщательностью ну примеры неудачных имен вот здесь такой маленький примерчик там x минус а x x равно x минус x x дальше x x x равно фи до плюс сейлс такс скобочках фидок потом x равно x плюс лейт фи потом x 1 x ну короче думаю вы поняли да всю всю неудачность этого этих имен непонятно чё это за x чё за 2x а чё за и все такое поэтому это имя неудачно но нет ни о чем не говорит так вот что же означает эти имена x 1 x x или x x x x фи до допустим кто-то сказал что этот код подсчитывает общую сумму предъявляемую клиент предъявляемого клиенту счета опираясь на его долг и стоимость новых покупок какую переменную вы использовали бы для распечатки общей стоимости только новых покупок и здесь приводится исправленный вариант то есть улучшенный вариант и уже с нормальными именами то есть баланс равно баланс минус last payment дальше мантли тотал равно new purchase plus sales tax ну и так дальше то есть имя перемен у каждой перемены уже есть осмысленно имя по которому можно уже много чего понять что то есть понять что же делается в данном участке кода и так самый важный принцип именования переменных важнейший принцип именования переменных состоит в том что имя должно полно и точно описывать сущность представляемую переменной один эффективный способ выбора хорошего имени предполагает формулирование сути переменной в словах оптимальным именем переменной часто оказывается само это высказывание благодаря отсутствию загадочных сокращений оно удобно читаемо к тому же оно однозначно блин темно я не вижу выйти можно вроде можно так так как оно является полным описанием сущности его нельзя спутать с чем-нибудь другим наконец такое имя легко запомнить потому что оно похоже на исходную концепцию переменную представляющую число членов олимпийской команды сша можно было бы назвать number of people on the u.s. olympic team переменную представляющую число мест на стадионе можно было бы назвать number of seats in the стадиум стадиум или стадиум для хранения максимального числа очков набранных спортсменами какой-то страны современной олимпиаде можно было бы создать переменную максимум number of points in modern olympic что-то везет не с темнотой переменную определяющую текущую процентную ставку лучше было бы назвать rate или interest rate а не r или x ну я думаю идею вы поняли обратите внимание на две характеристики этих имен во первых их легко расшифровать фактически их не нужно расшифровать вообще их можно просто прочитать опа опа я случайно зажал shift ребята она подсвечивает мне предметы ёлки-палки как я жил играл с этим это же второй fallout уже сколько здесь прошел только 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 случайно нажал ну для этого чё надо справку читает там и все такое кто все читает так ладно по поводу перемены во первых расшифровать вообще не нужно достаточно прочитать ну а во вторых некоторые имена велики слишком велики чтобы быть практичными длину имен рассмотрим ниже ну и сейчас несколько примеров так вас какой у вас еще я не курил какой вас чё за вас чё на зует ладно блин а куда мне идти я так понимаю туда надо запуститься сюда нельзя идти по ходу и ухты можно можно нажмем f5 и и и чё я ничего не вижу по ходу меня просто отсвечивает солнце светит и монитор короче ничего не видно так тут муравьи с кулака его увалить так ладно несколько удачных примеров имен переменных и так суть переменная сумма на которую на данный момент выписаны чеки ну и удачные имена и адекватное описание это running total или check total и неудачные имена в в райтен чекс x x1 x2 так скорость поезда удачные имена velocity train velocity velocity in mph ну типа в милях я так понял а неудачные имена это велт в tv x x1 train текущая дата удачные имена current date today's date неудачные имена current x2 x1 date ну и еще один пример такое число строк на странице удачные имена lines по page а неудачные имена это lines l x x1 а чё такое я я я помираю ребятки смотрите я сдыхаю да а чё я сдыхаю по ходу он чё-то говорил про газ по ходу на загрузиться по ходу да по ходу когда на проблема надо загрузиться и какой фильтр деактивирован не понял тут пишет фильтр деактивирован f2 фильтр активирован какой фильтр фильтр чего более не понял ладно а я этим товарищам лучше скажу подожди здесь бы они по помрут я попробую просто пробежаться а это фильтр на на каких-то сообщений я попробую просто пробежаться короче куда-нибудь и долго не задерживаться да потому что она говорит там 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 а блин муравьев сколько их тут много а ладно не буду задерживаться побежали потому что тут какой-то газ и мне надо найти что-то надо найти что и чтобы это что-то починить вот вот так вот так ладно имена current date и today's date хорошие имена потому что полные точно описывают идею текущей даты фактически они составлены из слов с очевидным значением программисты иногда упускают из виду обычные слова которые порой приводят к самому простому решению к самому простому решению имена сиди и си неудачны потому что слишком коротки и не описательны имя current тоже неудачно оно не говорит что именно является текущим имя date кажется хорошим но в итоге оно оказывается плохим потому что мы имеем в виду не любую дату а текущую само по себе имя date об этом ничего не говорит имена x x1 и x2 заведомо неудачны x традиционно представляет неизвестное количество чего-либо и если вы не хотите чтобы ваши переменные были неизвестными величинами подумайте о выборе других имен имена должны быть максимально конкретны именно x темп и и другие достаточно общие для того чтобы их можно было использовать более чем с одной целью не так информативный как могли бы быть и обычно являются плохими так я наверно чем-то закинусь а чем может этим так привыкание нету это у нас чё рада x противорадиционный а это потому что я тут увидел руку смерти а вот это по ходу мне надо починить я сейчас попробую сделать вот так вот блин в глаза да на тебе что-то не очень сейчас она меня заколбасит смотрите на на тебе на тебе на тебе но пока держимся я же закинулся какой-то наркотой поэтому надеюсь она действие быстро не закончится о коте смерти тяжело ранен зашибись болен промазал на было сохранится ладно так ладно идем дальше ориентация на проблема хорошее мнемоническое имя чаще всего описывает проблему а не ее решение хорошее имя в большей степени выражает что а не как если же имя описывает некоторый аспект вычислений а не проблему имеет место обратное предпочитайте таким именам переменных таким именам переменных имена характеризующую чие саму проблему запись данных о сотруднике можно было бы назвать input rec или employee data имя input rec компьютерный термин выражающий идеи ввода данных и записи так надо подлечиться и запись имя employee data относится к проблемной области а не к миру компьютеров в случае битового поля определяющего статус принтера имя bit flag более компьютеризировано чем принтер ready а в случае приложения бухгалтерского учета калк вал более компьютеризировано чем сумму оптимальная длина имени переменной оптимальная длина имени наверное лежит где-то между длинами имен x и максимум и и и и и и и и и так слишком короткие страдают от недостатка смысла так сейчас погодьте мне надо отремонтировать а как отремонтировать вот так вот что ли вы не можете это как это я не могу отремонтировать на что ты несешь дружище я сюда пришел дышу каким-то газом а ты речи не могут ремонтировать это и как это еще не даст ты чё что такое может сюда фильтра на положить или я чё-то туплю или одну из двух вот так вот и не наверное я туплю да да скорее всего я просто туплю скорее всего и газ у меня жизни заканчиваются куда мне идти блин вот это да у меня еще отсвечивает солнце светит я закрыл это меня свечи вообще ничего не вижу куда мне идти зачем мне куда-то идти если вот походу елки-палки я тупанул то она а сюда есть вход наверное нету они есть более с рукой смертью так неудобно получилось она там была я убил получается ни за что не но убил она там сидела что-то делала я пришел такой раз и убил ее она получается ничего не делала плохого может это последняя особь была вообще в фоллауте она тупо там зашкелилась запряталась в шахте и сидит себе там в уголке и ушла даже от ну этого блин оборудования сидела сидела-сидела тут пришел какой-то чувак с ружьем и убил ее ну ладно что делать так получилось итак по поводу оптипальной длины проблема с именами вроде x1 и x2 в том что даже узнал что такое x вы ничего не сможете сказать об отношении между x1 и x2 слишком длинные имена надоедает печатать к тому же они могут сделать неясной визуальную структуру программы горло бенад бенандер и бенандер обнаружили что отладка программы требовала меньше всего усилий если имена переменных состояли в среднем из десяти тире шестнадцати символов и так 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 не понял ну а как 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 блин сейчас погодьте я бы почитал бы дальше но тут такая вот ерунда что я не могу а как ну как это я не могу отремонтировать что вы тупите о фух блин отремонтировал f5 полторы тысячи опыта нормально до уровня еще много но я так понимаю я здесь могу уже в принципе в принципе не особо спешить так как я фильтр отремонтировал ну сейчас побегаю посмотрю если буду об жизни терять то буду выходить так ладно так вот отладка программ с именами состоящим в среднем из восьми двадцати символов была почти столь же легкой это не значит что следует присваивать всем переменным имена из девяти пятнадцати тире пятнадцати символов или десяти тире шестнадцати символов это значит что увидев в своем коде много более коротких имен вы должны проверить их ясность ну и здесь есть примеры слишком длинных имен number of people of the u.s. olympic team или number of seats in the stadium или максимум number of points in modern olympic слишком короткие имена n n p n t m или n n s n s i s d или m mp max points ну это там через запятую были и и то что надо вот написано то что надо это типа самые как раз удачные и хорошие имена это нам нам team members или team member count или нам seats in stadium или seat count или team points max или points record имена переменных и область видимости ну это новый так ну не новый это продолжение да это главы такой подраздельчик так всегда ли короткие имена переменных неудачны нет не всегда если вы присваиваете переменной короткое имя такое как i или i сама длина имени говорит о том что переменная является второстепенной и имеет ограниченную область видимости точнее ограниченную область действия программист читающий код сможет догадаться что использование такой переменной ограничивается несколькими строками кода присваивая переменной имя и вы говорите это переменная самый обычный счетчик цикла или индекс массива не играющий никакой роли вне этих нескольких строк u.g.hansen обнаружил что более длинные имена лучше присваивать редко используемым или глобальным переменным а более короткие локальным переменным или переменным ухты или переменным вызываемым циклах однако с короткими именами а как сюда добраться так однако переменным с короткими именами и блин я ничего не вижу этот засвет долбаный реально как мне сюда ну для меня это вообще темнота полная куда он идет куда он идет о так кто не знаю а а и бежит куда-то дурачок урановая руда взять л ладно пойдем дальше сюда куда так однако с короткими именами связано много проблем и некоторые осмотрительные программисты придерживаются политики защитного программирования которые придерживаются политики защитного программирования вообще избегают их дополняйте имена относящиеся к глобальному пространству имен спецификаторами спецификаторами если у вас есть переменные относящиеся к глобальному пространству имен именовые константы имена классов и т.д. и т.п. подумайте принять ли конвенцию разделяющую глобальное пространство имен на части и предотвращающую конфликты имен в c++ и c шарп для разделения глобального пространства имен можно применить ключевое слово namespace namespace так в java с той же целью можно использовать пакеты программируем программируем программируя на языке не поддерживающим пространство имен или пакеты вы все же можете принять конвенции именований для разделения глобального пространства имен скажем вы можете дополнить глобальные классы префиксами так да префиксами определяющими подсистему например класс employee из подсистемы пользовательского интерфейса можно было бы назвать UI employee а тот же класс из подсистемы доступа к базам данных назвать DB employee это позволило бы свести к минимуму риск конфликтов имен в глобальном пространстве имен так сохранюсь-ка я и пойду этих скорпионов убью где они где они где они а как к вам добраться ага вот так вот ничего не вижу реально бежит куда-то о ну вот зачем ты встретился теперь я не знаю ты куда-то бежал а теперь я не знаю куда бежать мне болель ну вот реально я ничего не вижу так ладно спецификаторы вычисляемых значений ого сейчас ранение понятно точнее отравление валим отсюда вот так вот так многие программы включают переменные содержащие вычисляемые значения суммы средние величины максимумы и так далее дополняет такое имя спецификатором вроде total sum average max min record string или pointer поинтер укажите его в конце имени что указать спецификатор у такого подхода несколько достоинств во-первых при этом самая значимая часть имени переменной определяющая наибольшую часть его смысла располагается в самом начале имени из-за чего становится более заметной и читается первой во-вторых приняв эту конвенцию вы предотвратите путаницу возможную при наличии в одной программе имен total revenue и revenue total эти имена семантически эквивалентны и конвенция не позволила бы использовать их как разные в-третьих набор имен вроде revenue total expense total revenue average и expense average обладает приятной глазу симметрии тогда как набор имен total revenue expense total revenue average и average expense упорядочены мне кажется и наконец согласованность имен облегчает чтение и сопровождение программы и исключение из этого правила это позиция спецификатора num при расположении в начале имени спецификатор num обозначает общее число например нам customer это общее число заказчиков если же он указан в конце имени то определяет индекс customer num это номер текущего заказчика другим признаком данного различия является буква с в конце имени num customers упс а у меня нет противоядия ладно так num customers однако даже в этом случае спецификатор нам очень часто приводит к замечательств замешательству поэтому лучше всего полностью исключить проблему применив count или total для обозначения общего числа заказчиков и индекс для ссылки на конкретного заказчика таким образом переменные определяющие общее число заказчиков и номер конкретного заказа получили бы имена customer count и customer индекс соответственно так где я тут шо я тут как я тут из-за этих засветов конечно же здесь возможно что-то и валяется классное но я его не вижу потому что так получилось солнце и все такое мониторы есть хорошие мониторы где вот эти блики не видны а есть нехорошие мониторы вот у меня нехороший монитор он-то в целом хороший но вот сейчас он нехороший давай вдыхать давай 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 так сейчас может быть что то валяется где это я побежали блин блики эти капец как они раздражают вот вроде ну реально закрыто тут жалюзями ну это просто не я наверное сойдусь на мысли что этот монитор все равно в целом нехороший хоть он и он иногда и хороший но больше он нехороший вот потому что когда он хороший надо определенные условия чтобы там не было слишком ярко вот как мне выйти отсюда я не вижу ничего из-за этого нехорошего монитора фух вышел так ладно что мы там идем дальше антонимы часто встречающиеся в именах используйте антонимы последовательно это делает код более согласованным и облегчает его чтение пары вроде begin and понять и запомнить легко пары не соответствующие общепринятым антонимам запоминаются сложнее и вызывают замешательство так ладно сейчас это читаем число антонимов часто используемых в именах переменных входят badly бакин в над застала 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 от вы old new open and closed visible invisible source target source destination up down с маркусом бартер о это чего это он не подогнал ружьишка круто 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 чё крутого надо к этому зайти он что-то говорил попаду надо где-то отремонтировать электростанцию или что-то такое или что-то такое потому что тут где-то тут он живет этот зомби весь он вонючий мухи летают вот она эрик откуда тему где находится льва будет от тебя слева когда заходишь в брокен hills там никто брайан ленивый сын который просто удается лишь бы я понял я захожу в rock and hills и слева и слева ладно погнали ка выйдем так я захожу сейчас с этим перетру и на данный а вон на электростанции сейчас что-нибудь еще слышишь ой блин я забыл этих спутников а ладно пусть стоят там так 103 30 противоядие надо хлебнуть а потом этому предложить пойти со мной потому что вон смотрите есть диалоги это пойма карму если тут заработают то пойдет сама если он пойдет со мной то это могу сказать круто у него он этот миниган ну как круто есть он будет как вик вот этот придурок слепой то да он промажет и может меня засеть а так это не или вот тут это на электростанцию он сказал слева но это слева до во так эрик попросил меня увеличить подачу и его дом эрик не получит у нас тут очень утонченный баланс энергии или фонари или шахта в общем никак нельзя то есть никак не получится что-нибудь подкрутить боюсь мест нет интересы города важнее интересы отдельных горожан есть еще вопросы а как же как же решить эту проблему на урановой крошки так чего нет продажи ничего толком нету блин а надо же когда помочь тому зомбаку похоже на урановой крошки вполне эффективно если вертеть рукоятки то это короче типа это никак не поможет эрику боли на как же решить чего не нас еще за квесты брокенхиллс подвести электричество к дому эрика как как мне под взять вот так вот и подвести значит надо где-то проволоку найти подключиться там к проводам каким-то так ладно идем дальше именование конкретных типов данных при именовании конкретных типов данных следует руководствоваться не только общими но и специфическими соображениями так так дальше будут описаны принципы именования индексов циклов переменных статуса временных переменных булевых переменных перечислений и именованных констант принципы именования индексов циклов возникли потому что циклы относятся к самым популярным конструкциям как правило в качестве индексов циклов используются переменные i, j, i, r или k а если же переменную предполагается использовать вне цикла и следует присвоить более выразительное имя например переменную хранящую число записей прочитанных из файла можно было бы назвать рекорд каунт так сейчас я сказал что тут работал и что просто навалом никто ну формально да конечно но о о круто он кивает поворачивает рычажок все скажи ему что бы перед да 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 круто круто еще один квест сделал брокен хиллс есть походу ж и карма у меня тут нормальная по идее должна быть карма где там брокен хиллс брокен о боготворя дык ребятки вы как думали так у меня урановая руда там какой-то был штрих где-то который принимал эту руду а ну заодно надо забрать этих моих спутников и еще раз я здесь пройдусь пройдусь и может еще кто-то даст какой-то квест так ладно идем дальше если цикл длиннее нескольких строк смысл переменной и легко забыть поэтому подобной ситуации лучше присвоить индексу цикла более выразительное имя так как код очень часто приходится менять модернизировать и копировать в другие программы многие опытные программисты вообще не используют имена вроде i или i пилюли так ладно одна из частых причин увеличения циклов их вложения в другие циклы а если у вас есть несколько вложенных циклов присвоите индексам более длинные имена чтобы сделать код более понятным тщательный выбор имен индексов циклов позволяет избежать путаницы индексов использование i вместо y и наоборот кроме того это облегчает понимание операции над массивами команда скор ну это тут скор имеется ввиду массив какой-то квадратной скобки и team индекс это двумерный массив дальше следующее квадратные скобки event индекс более информативно чем скор i и j ну да кстати поспорить сложно не присваивайте имена i, j и k ничему кроме индексов простых циклов нарушение этой традиции только запутает других программистов чтобы избежать подобных проблем просто подумайте о более описательных именах чем i, j, i, 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 k так что то они тут все не очень я им тут помогаю где то был штрих который урановую руду вроде как мог принять так это по моему тот который поплакать ему надо ну плач бывает мне надо найти штриха который принимал руду я помню кто-то говорил типа я могу а че тут пусто тут по идее можно что-то наверно найти а ну ка шейк зажму ничего тут нету полух валяется ладно ничего нету так именование переменных статуса переменная статуса характеризует состояние программы и далее рассмотрен один из принципов их именования старайтесь не присваивать переменной статуса имя флаг наоборот рассматривайте флаги как переменные статуса так сейчас сейчас имя флага не должно включать фрагмент флаг потому что он ничего не говорит о сути флага ради ясности флагом следует присваивать выразительные значения которые лучше сравнивать со значениями переменных именованных констант или глобальных переменных выступающих в роли именованных констант ну и тут 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 есть пару примеров неудачных имен флагов ну типа тут if flag или if status flag или if print flag или if compute flag ну как бы да на самом деле что это за статус флаг что за compute flag команды статус вида статус флаг равно 80 будет совершенно непонятно пока вы не проясните в коде или в документации что такое статус флаг или 80 ну и пример более понятного эквивалента и в дата рэдди ух ты ну да так и в дата рэдди или и в чар актер тайп и битовая операция здесь printable чар дальше if recalc needed равно true и вот что все такое как бы здесь ну на порядок понятнее ого муравей с одного выстрела не помирает прокачанный муравей наверно много носил веточек и прокачался так именование временных переменных временные переменные служат для хранения промежуточных результатов числений и служебных значений программы обычно им присваивают имена темп x или какие-нибудь другие столь же неопределенные и неописательные имена в целом использование временных переменных говорит о том что программист еще не полностью понял проблему кроме того с переменными официально получившими временный статус программисты обычно обращаются небрежнее чем с другими переменными что повышает вероятность ошибок относитесь к временным переменным с подозрением однако в том или ином смысле временными являются почти все переменные называя переменную временной подумайте до конца ли вы понимаете ее реальную роль ну и тут такой примерчик не знаю блин зачитывать его не зачитывать короче такой темп равно sqrt и что-то там sqrt а дальше root ну это массив и квадратные скобочки 0 равно там минус b плюс темп и потом root 1 ну индекс массива 1 равно минус b минус темп вот значение выражения sqrt там ну там какое-то выражение есть вполне разумно сохранить в переменной особенно если учесть что она используется позднее но имя темп ничего не говорит о роли переменной лучше поступить так и здесь написано что вместо темп переменная называется дискриминант вот так вот по сути это тот же код только в нем использована переменная с точным описанием имени так ладно на сегодня все в следующий раз что мы продолжим там дальше именование булевых переменных дальше именование перечислений потом сила конвенции ну и все такое на сегодня все а я сейчас а я сейчас добегу пробегу все таки поэтому подземелью может что-то найду хотя фиг я тут что найду потому что у меня не очень хороший монитор а он не очень хороший потому что а потому что вы уже знаете почему карта да ёлки-палки шо ж вас так много не но в принципе 200 очков чё получаю там за сколько за троих муравьев то нормально так чуть-чуть чуть-чуть и новый уровень f5 надо не забывать нажимать и не забыть забрать все-таки тех остолопов не ну зомби еще нормальный зомби там вроде лечить даже умеет вроде так тут еще перестреляю все патроны ну 150 опыта а я понял 50 опыта за одного муравья 10 муравьев 500 опыта ну тоже ничего тоже ничего как мне вниз идти вот видите я ничего не вижу я на ухо отклацаю э а как мне реально блин чё я делаю э а там кто-то подошел да а вот да давай давай сдыхай и ты подходи-ка на тебе да было бы прикольно ходить с этим мутантом ну с большим да этим как его маркусом с его мини гана вот это он бы творил бы можно было бы и конклау наверно подойти хотя там они все с крутым оружием тот один маркус бы особо ничего не решил и он с мини ганом а я с какой-то пукалкой то конечно же там пятерых встретили каждый по выстрелу сделал и маркуса нету и остался я с пукалкой сколько что-то муравей здесь по любому какие-то ништяки где-то должны валяться только где это надо играть ночью когда все видно а сейчас плохо видно солнце светит так блин патрона не напасешься что тут с картой карта 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 а там нажимаю и карта ёлки-палки точно там так так shift зажимаю вроде ничего такого нету по любому что-то где-то валяется ну по-любому ну просто так зачем эти подземелья делать так короче короче я наверно это сейчас добью и все и будем заканчивать уже тем более он как раз 56 минут уже запись идет а сюда а можно на досуге знаете будет не будет солнца то я пробегусь вот здесь может что-то и найду поэтому теперь уже окончательно все всем спасибо за внимание подписываемся ставим лайки делимся комментируем и все такое всем пока